24-летний Даниил Яковлев, аспирант аграрного университета. Полгода назад переехал на Алтай из Якутска. Здесь продолжил обучение по специальности. Механизация сельского хозяйства. Он знает на зубок, как правильно обработать почву перед посевом и получить отличный урожай. Кто-то же должен этим заниматься. Да, все мы кушаем хлеб и нужно это продвигать, потому что сейчас в связи с тем, что там санкции у нас в отношении нашей страны применяются всяческие. Поэтому мы должны заниматься именно механизацией, поскольку уровень сейчас немножечко отстает от иностранного у нас. И вот я считаю, что это главная задача для нашего государства. После аспирантуры молодой человек останется в университете преподавать. Тем более процесс обучения становится все интереснее и совершеннее. В начале января на базе вуза открылось два учебных центра – аграрного машиностроения и точного земледелия. В распоряжении студентов суперсовременная техника, предназначенная для почвы и зернопереработки, посева и сенозаготовки. Множество сегодня установок, которые нам предоставлены, они сделали по спецзаказу. Это действующие установки, которые реально включены в образовательный процесс. На них можно пощупать, отрегулировать, настроить ту же сейвку, тоже почвообрабатывающее орудие, тоже те же системы высева, которые сегодня мы демонстрируем. Все это можно, как говорится, делать своими руками здесь. К примеру, эта машина, можно сказать, фотографирует зерна, что позволяет в считанные секунды отделить хорошие от плохих. С интересом за новой техникой наблюдал и губернатор Виктор Томенко. Он отметил, что внедрение цифровых технологий в учебный процесс – очень перспективная вещь. Это то, что может шаг за шагом привести к тому, что специалисты, которых сегодня у нас пока что единицы, специалисты будут наполнять кадровый потенциал отрасли. И мы сможем на этой основе уже повсеместно такие подходы, такую технологию внедрять. Кстати, учебные центры появились благодаря местным предприятиям. Они отремонтировали павильон и предоставили оборудование. Спонсорские вложения измеряются десятками миллионов рублей. Сейчас здесь учатся почти 200 студентов, а с февраля на базе центра будут организованы курсы повышения квалификации почти для 100 человек. Валентина Скирова, Андрей Печоркин. Наши новости.